Авторитетнейший бренд, демократичная цена. Компания Ротель только что представила три свои обновленные модели. Здравствуйте, вы смотрите YouTube-канал NTReview и с вами Леонид Пащенко. И напоминаю, что также у нас есть информация в Дзен, Телеграм, ВКонтакте. И там представлены обзоры, дайджесты, статьи зарубежных экспертов. Так что есть повод подписаться и следить за обновлениями. В эти дни на мировом рынке аудиотехники новость. Компания Ротель представила три свои обновленные модели. Это интегрированный усилитель А10МК2, еще один интегральник А11МК2 и проигрыватель компакт-дисков CD11МК2. То есть второго поколения. Все три аппарата относятся к так называемому начальному Hi-Fi. Но я хочу подчеркнуть, что компания Ротель присутствует почти во всех сегментах рынка. То есть есть серия 14, она охватывает модели с индексом 10, 11, 12 и 14. Причем последние 14, они ближе все-таки к среднему сегменту, нежели совсем уж к начальному. И есть еще серия 15. Это уже такой качественный Hi-Fi для продвинутых аудиофилов, которым действительно нужен такой хороший качественный звук. И сюда входят различные усилители, интегрированные, предварительные, мощности, а также CD-проигрыватели. И надо обратить внимание, что у каждой модели в 15 серии уже есть индекс МК2. То есть они второго поколения, они обновились. Это такое достаточно свежее поколение аппаратов. Идем выше, и у нас линейка Мичи. Это уже ближе к топовому сегменту. И они могут работать с акустикой буквально класса High-End. Ну, в частности, мы любим включать их с колонками Бауэрс и Уилкинс, вы знаете. И, как я уже сказал, три сегодняшние обновленные модели, то есть два интегрального ICD-проигрывателя, относятся к сегменту начального Hi-Fi. Но тут такая штука, что по соотношению цены и качества у них конкурентов сложно найти, разве что бренды, которые в иерархии стоят ниже. Ну что ж, давайте пойдем по старшинству. То есть начнем с интегрирования усилителя Rattel A11 MK2. И он пришел на смену модели A11 Tribute. И, как мы знаем, прежняя модель, ну и как проигрыватель CD11, разработчики посвятили замечательному инженеру Кену Эшивати, который успел принять участие в их разработке. И тогда эти аппараты получили особую музыкальную подачу от мастера. Такую гладкую музыкальную, чуть лиричную. Она мне тоже очень нравится, и эти аппараты успели завоевать много поклонников. Вот что интересно, представители бренда Rattel сказали, что они постарались бережно отнестись к наследству мастера и развивать его идеи и дальше. Что это такое, мы посмотрим, проверим, услышим и расскажем об этом вам. Посмотрите на внешность. Мы видим, как новый усилитель Rattel A11 MK2 разительно отличается от предшественника A11 Tribute. Прежний был в такой стилистике хай-тек минимализм, а нынешний похож на модель A10 прежнего поколения. Что ж такое? Действительно, в этот раз конструкторы предпочли такой slim дизайн, тонкий, классические линии, круглые рукояти, и мы видим, что теперь у него нет дисплея. Ну как же так? А дело в том, что разработчики по своему опыту пришли к выводу, что вот в данном случае дисплей это не особо был и нужен, и слушатели в основном опирались на информацию из источников сигнала, то есть различных плееров и так далее. Более того, вот в этом классическом тонком дизайне дисплей не особо-то и уместен. Ну, я вот не знаю, понравится вам или нет, но мне кажется, вполне очень даже приятно. Но внешность тут не главная. Все особенности внутри. Мы насчитали примерно 57 изменений. В частности, тут модернизировали микросхемы коммутации источников сигнала, регуляторов низких и высоких частот и баланса. Здесь заменили звуковые конденсаторы, что еще? Резисторы, операционные усилители. В результате, что получилось? Снизился общий уровень шума, стало меньше электропотребление, и аппарат стал выделять меньше тепла. Ну, тоже хорошо. И вот я вас подвел к самому важному изменению, самой главной модернизации. Если помните, в одном из обзоров мы говорили, что в A11 Tribute присутствует ЦАП, цифроаналоговый преобразователь, но он работает только с сигналом Bluetooth. Внешних каких-то там разъемов для других источников у него нет. А теперь посмотрите на заднюю панель. Видите, здесь появились два новых разъема. Цифровых к аксиальной и оптической. И теперь аппарат может работать с внешними цифровыми источниками по кабелю. Цифроаналоговый преобразователь здесь сделан на основе микросхемы Texas Instruments PCM5102A. Очень такой хороший добротный чип, и при грамотной обвязке позволяет получить весьма приятный качественный звук. Что это означает? Аппарат значительно расширил свои коммуникативные возможности. Теперь можете подключить CD-транспорт, стриминговый проигрыватель. Более того, расширить свою медиасистему за счет подключения телевизора, телеприставки и так далее. Но и про аналоговый сигнал здесь, конечно, не забыли. Здесь сзади вы видите три пары линейных РСЕ разъемов и вход ММК фонокорректора. Очень даже прилично, кстати. Выходная мощность усилителя осталась прежней, как и у первого поколения. То есть 50 Вт на канал для 8 Ом. Ну и прочие достоинства. Это, конечно же, фирменный большой терридальный трансформатор, как и у других усилителей Ротель. Пульт дистанционного управления, триггерные 12-вольтовые выходы и автоматическое включение при появлении сигнала. Ну что ж, давайте перейдем к следующему аппарату с индексом 11. Это проявители компакт-дисков Ротель CD11-MK2. И внешних различий вы практически не увидите. Потому что облик, он такой хай-тек минимализм, как я уже сказал. Он уже проработанный, испытанный. И меня здесь, наверное, только портить. Внутри модернизации где-то 15. Из них 11 в критически важных точках. Главным образом это касается цифровых схем. В том числе обвязка микросхемы Texas Instruments PCM 5102. Ну она точно такая же, как и у усилителя 11-MK2. Смотрим на заднюю панель. Мы видим коаксиальный цифровой выход. Это значит, что, как и раньше, аппарат может работать как CD-транспорт. Основные достоинства этого проявителя остались прежними. Но их немножко доработали. Как всегда, очень плавно работает лоток. Очень хороший механизм привода, загрузки дисков. Здесь же прецизионная лазерная считывающая головка. Бесшумный контроллер двигателя. Сзади на панели мы видим триггерный 12-вольтовый вход. И также разъем RS-232, который обеспечивает интеграцию с другими системами управления. А теперь перейдем к знаковому устройству, с которого начинается модельный Реатротель. Это интегрированный усилитель А10МК2. Позиционирование у него, как и у предшественников, в наши дни особое. Он предназначен для слушателей, которые требуются простой, надежный, качественный усилитель аналогового сигнала. Классический дизайн, практически вне времени. Класс АБ, честно. Ну что еще нужно? Внешне модель выполнена в прежней стилистике. Она очень похожа на А10 первого поколения. Но есть нюансы. Ну, допустим, круглая рукоять переключения входов. Теперь заменили ее на круглые кнопки. И что интересно, среди всех трех моделей у этого аппарата больше всего изменений. Их около 90. Ну, примерно столько же, как это было у Мичи Х3 второго поколения. Это во многом, как и у нового А11, оптимизированы микросхемы коммутации источников сигнала. Доработали регуляторы низких-высоких частот и баланса. Доработали звуковые конденсаторы, резисторы, операционные усилители. И теперь мы подходим к самым важным и заметным изменениям. Мощность стала больше. Теперь 50 Вт на канал для 8 Ом. А раньше было по 40. И второе важное изменение. У аппарата появился пульт дистанционного управления. Ну, наконец-то. Ну и давайте пробежимся по другим его достоинствам. Ну, как всегда. Крупный фирменный терридальный трансформатор. Здесь тоже есть вход ММ-фанокорректора. Наряду с тремя другими линейными входами RCA. Также есть 12-вольтовые триггерные выходы. Отдельный регулятор высоких-низких частот баланса, я уже сказал. Прецизионный регулятор громкости. Если подытожить, вот эти три новые аппарата, обновленные модели, позволили компании ROTEL укрепить свои позиции в сегменте начального Hi-Fi. И теперь у слушателей есть современные технологии, привлекательный дизайн, качественная сборка и, разумеется, отличное звучание. Собственно, чем не славится компания. И на этом новостной обзор я заканчиваю. Смотрите нас, подписывайтесь, не забывайте про Дзен, Телеграм и ВКонтакте. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok